Вы смотрите программу Твое утро на телеканале Рика ТВ и новый день встречаете в нашей компании с Марией Моисеенковой, Елена Игнатьевой и Дмитрием Шиш, инструктор по йоге. У нас сегодня Мария Моисеенкова, потому что сегодня отличается международный день йоги. Если вы еще не связаны никак с ней, то может быть этот день послушать по водам. Кстати, сегодня будет проводиться бесплатный мастер-класс у вас в студии. Да, сегодня будет у нас бесплатный мастер-класс. Вообще расскажу немножко, как появился этот день. Этот праздник молодой, ему всего второй год. В 14-м году в декабре на Генеральной Ассамблее ООН премьер-министр Индии предложил сделать такой день, потому что Индия все пытается запатентовать йогу, но она настолько широко пошла, но хотя бы сделать какой-то день, который будет отмечаться во всем мире официально, потому что йогов очень много, а официального праздника не было. Так вот, рекордным количеством голосов, все 176 участников абсолютно единогласно проголосовали за этот день. И 21 июня был выбран не случайно, это день летнего солнцестояния, когда самый длинный день в году у нас, самый длинный день, самая короткая ночь, как олицетворение победы добра над злом и так далее. Ну вот если в таком, во многих культурах этот день считается особенным. И для йоги этот день очень полезен для практики, для интенсивной. Проводится уже второй год и йога-марафоны, и йога-интенсивы, благотворительные сборы, то есть человек оплачивает занятия, и эти деньги идут в помощь детям на реализацию каких-то проектов экологических. Мы второй год проводим этот праздник, и сегодня у нас будет большой мастер-класс открытый, где мы можем всех желающих познакомить с традицией йоги. Мы будем проводить мастер-класс по традиции йога-ситхи. Это традиционная школа индийская, очень древняя. Там очень большое внимание уделяется именно контролю эмоций, медитации, дыхательным техникам. Если боятся люди, что какие-то очень сложные там позы йоги не получатся, нет. На самом деле там очень минимальное количество познабора, они довольно несложные. И новичкам даются очень простые вещи, очень несложные. Ну мне, конечно, как инструктор йоги, может быть, легко говорить, что это несложные вещи. Просто. Где пройдет мастер-класс? Мастер-класс будет в Доме быта, в фитнес-студии Максима, на втором этаже, 206 кабинет. Сегодня вечером. В 18.35 начало. Можно прийти, посмотреть, почувствовать, просто понаблюдать, пообщаться с преподавателем, понять вообще, вам нужно это, не нужно. Потому что преподавателей много, школ йоги разных много, некоторые очень сильно отличаются. Поэтому прежде чем что-то выбрать, я вам рекомендую сходить, посмотреть. Проконсультироваться. А что при себе нужно иметь? Любая удобная одежда, без тугого пояса, подойдут какие-то штаны, футболки и вторая обувь, чтобы ходить по залу. Шлепки, коврики у нас есть, все необходимые оборудования есть. Самое главное, у нас есть преподаватель, который все это доступно объяснит, расскажет пока. Маша, в этом году вы проходили обучение у профессионального мастера по йоге, да? Расскажите вообще, что это представляло за обучение и что это за мастер? Это не полноценное обучение было, это была такая серия мастер-классов, преподавателя зовут Мурган. Это продолжатель древней традиции йога-ситхи из Шри-Ланки. Эта школа не настолько раскручена еще в мире, как, например, школа Эйнгара или Аштанга Виньяса, но имеет свои особенности, очень древние корни. Он учился у мастера с 9 лет, он сирота, и у него родители погибли на войне, когда в Шри-Ланке вот эти были волнения. Попал к мастеру голодный, маленький ребенок, испуганный. Мастер его взял в свой ашрам. Ашрам — это место, где обучают всяким практикам, место, дом мастера. И Мурган с этого времени начал учиться и понял, что это его призвание. Благодаря йоге он стал ездить по всему миру, нашел себе учеников. В России, в том числе и в Казахстане, вот в этом году будет учительский курс. Благодаря тому, что мы побывали на этом мастер-классе, решили, что в этом что-то действительно есть. Потому что я человек очень скептический, и сейчас псевдогуру очень много. Человек может о себе рассказать все, что угодно. У него может быть куча регалий, он может себе свернуть в узел и голову, и уши. Но это не значит, что он что-то знает, что-то видит. Потому что гимнастикой, как у меня в уши выражается, паучья гимнастика – это одно. То есть если человек гимнаст, он может все что угодно делать, но это не значит, что он чего-то добился в плане духовного роста. Потому что Мурган говорит, что йога – это работа над эго, очень большая. У йогов есть такой шанс попасть в ловушку самообмана, и если он выполняет какие-то асаны совершенно и лучше, чем обыватель, он держит строгую вегетарианскую диету, он медитирует, каждый день встает в 5 утра, чтобы сделать приветствие солнцу. Он начинает думать, он начинает гордиться, что он чем-то лучше, чем другие люди, что он отличается, что он достиг высоких уровней духовного саморазвития, его эго начинает распирать, и все, он останавливается в этом развитии, дальше не идет. На самом деле все это этапы такие проходящие, и человек в конце должен понять, что он такой же, как все, он ничем не отличается от других, и его задача – жить в этом мире, справляться с трудностями жизненными. Легко, конечно, уйти в пещеру, где ты будешь медитировать, спрятаться от всех. Довольно сложно после занятий встать с коврика, пойти и продолжать эту энергию светлую, которую ты наработала, нести в мир, когда тебя мучает современная жизнь. Второе препятствие, третье. Да, когда любое событие вызывает у тебя волну эмоций, бурю негодования, куда денется вся твоя гармония внутренняя наработанная, если ты будешь в жизни не сталкиваться с этим. И именно Морган говорит, ну и все многие учителя сейчас говорят, что йога на самом деле это не занятие на коврике, это всего лишь инструмент, который помогает наработать внутреннюю дисциплину. Йога начинается, когда ты с коврика встаешь и идешь в мир. Смог сдержать эмоции, не накричать на свою жену, вот это йога. Смог сегодня встать на работу, которую ты не любишь, вот это тоже йога. Маша, скажите, пожалуйста, вот если говорить о вот той самой духовной составляющей йоги, как части индуизма, буддизма, насколько это близко нашей культуре, нашим людям? Ведь многие могут сказать, это секта какая-то, куда вот моя дочь пошла, куда она ввязалась. Вот вы как к этому относитесь? Есть юридические секты, есть, да. Поэтому нужно очень тщательно выбирать. Развлечать нужно, да? Конечно, очень много сейчас на постсоветском пространстве, когда мы оказались 70 лет без духовного какого-то направления, что в Казахстане, что в России, что вообще на постсоветском пространстве, не было какого-то маяка, который бы вел. Коммунизм закончился, христианство, ислам, он как-то вообще непонятно в каком состоянии был, и люди просто не знали. Сейчас поэтому много и других сект появилось, помимо псевдоиндуистских, и крестьянские секты, и мусульманские секты, когда люди не знают, в чему верить, и идут за любым проповедником, который очень такой интересный, там, активный, харизматичный. Человек любой может представиться йогом каким-то известным. Может, в этом есть опасность, да, в этом есть опасность. Йога, на самом деле, она не привязана к религии, ее может практиковать любой человек. Любой религии. Все зависит от того, что религия этого человека скажет насчет практики йоги, потому что она тоже разная бывает. Христианство не очень отомряет это, особенно традиционное, потому что считается, что очень ведет к развитию эго, если эго не контролировать. Как насчет ислама, не совсем знаю, но многие, особенное требование йоги – это вера во Всевышнего. То есть там неважно, в какого Всевышнего ты веришь, именно в твои традиции, но вера в предназначение, вера в какой-то промысел Божий – это в йоге есть. И, в принципе, если ты занимаешься для поддержания здоровья, даже в православной культуре оно принимается. Если ты делаешь именно гимнастику йогов, не увлекаешься далеко в какие-то поиски эзотерические. В глубину уходят, да? В глубину, да. То есть поверхностно? Гимнастика йогов для поддержания здоровья. А вот многие девушки говорят, я занимаюсь йогой, и от этого худею. Правда? Есть такое, да. То есть от йоги худею? Худею не от йоги, а от того, что йога помогла выровнять процессы внутренние, энергетический баланс организма. То есть это все правда, да? Это правда. Человек, если стресс получает на работе, от этого вечером кушает несколько лишних пирожных, конечно, йога поможет. Если ты идешь на йогу, ты дышишь, ты расслабляешься, у тебя просто эмоциональный альфон будет хороший, тебе не захочется свои проблемы заедать чем-то. Бывает нарушен обмен веществ. Неправильно работает эндокринная система, если надпочечники плохо работают, щитовидная железа, гипофиз вырабатывает мало гормонов. Многие позы йоги, даже не обязательно в маленькие кисложные, стоки на голове, березки, они помогают. Нормализовать это все. Плюс элементарно сейчас человек очень много сидит. Немножко начали двигаться, кровь пошла во все органы. И жизнь хорошо. И жить хорошо, да. И энергия появилась. Ну, поэтому будем так резюмировать нашу беседу, да, что хотя бы с гимнастики начать и уже станет все хорошо. Хотя бы с гимнастикой, да. Мария Моисенкова была сегодня в гостях в нашей студии в программе «Твое утро». Друзья, на этом время летит так незаметно, что мы бы еще пообщались, поговорили о йоге, поговорили о свадьбах, поговорили бы просто с вами. Спасибо большое, что новый день вы встречали вместе с нами. Вторник, 21 июня, начало нового рабочего дня. Мы с вами прощаемся, Елена Игнатьева. И Дмитрий Шиш, ну, думаю, что сегодняшний день будет для вас удачным, тем более, что это самый длинный день в году, самый солнечный, и пусть он будет самым радостным. Удачи! Всего хорошего, берегите себя и своих близких. До встречи в эфире. До встречи в эфире.